Всем привет, с вами Гутика, с вами Сократ, и на этой неделе у нас новости, сливы, слухи и так далее. Сливы или клубники, кстати, как вы думаете, что лучше? Погнали! Первым делом, как всегда, хотелось бы отметиться об онлайне. На данный момент он составляет 18-25 тысяч человек в сутки, это по стиму, плюс возьмем лаунчер. К сожалению, статистика очень сильно удручает, видно, что падает онлайн, и он просел очень сильно. Ввиду этого, соответственно, разработчикам надо задумываться о дополнении, добавлении нового, нового, совершенно нового контента, а именно новые роли. Что касается слухов по этому поводу, то на Reddit очень много информации о добавлениях новых ролей уже в марте-апреле этого года. Что за сливы, слухи и связанные с этим, пока неизвестно, ввиду того, что ранее эти люди не отмечались конкретикой и не предсказывали на 100% появление предыдущих обновлений. Но очень много людей, кто, может быть, спекулирует на этой теме, и, к сожалению, ждать в ближайшее время обновления не стоит, потому что, насколько мы знаем, бандитский абонемент заканчивается в марте. И до марта ждать выхода нового обновления не стоит. Что касается этой недели, в данный момент у нас добавили 4 новых предмета одежды и 5 новых жестов. Одежда это двойной патронтаж солица, сапоги рульфа, шляпа старет и получапсы гордилью. Из жестов это щелчок по шляпе, вой, жизнерадостный смех, взмах рукой, ты и я. Собственно, это новый шмот, которого мы заслуживали на протяжении двух недель отсутствия добавления контента. Что касается помощи для новичков, до 27 января игроки, достигшие 10 уровня, получат предложение скидки 30% на оружие на их выбор. А также, а тех, кто до 27 января получит 20 уровень, ждет скидка 30% на лошадь. Эти бонусы будут доступны в разделе предложения и награды. Также, если вас интересует 50% прибавка к опыту, возьмите задание свободного режима у ваших старых знакомых Шона и Джойсай, либо окажите помощь Хорли, выполнив задание из цикла Земля возможностей. Для игроков, связавших свои учетные записи Twitch Prime и Rockstar Social Club, действует дополнительная скидка 10% на вышеуказанные товары. Кроме того, вы бесплатно получите сумку коллекционера и улучшите медный дистиллятор для самогонного предприятия. Таким образом, у нас это уже было. Также, подтвердивший адрес электронной почты и установив двухфакторную верификацию, получат 5 золотых слитков. Купонами и скидками и так забит весь инвентарь. Теперь слитки уже золотые, девать некуда, но для новичков, собственно, это было бы полезно. Новости из Британии. Компания Rockstar превысила 137 миллионов долларов за должности по налогам. И это больше, чем компания потратила на разработку GTA 5. Что это значит? Это значит, что у ребят либо очень огромные проблемы в финансовом плане, и Take-Two уже не знают, откуда черпать денег, либо они инвестируют эти деньги в развитие новых продуктов. Ну, например, GTA 6. Что касается задолженности, то она уже длится шестой год подряд, и в Великобритании, а если быть точнее, правительство подало на компанию в суд. Смотрим и разбираемся дальше. Для Xbox One вышло обновление размером в 3 гигабайта, которое добавило в игру фоторежим. Фоторежим был добавлен на Xbox One. Я вообще не знаю, кому эта информация полезна, кто-то еще играет на Xbox и смотрит мои ролики, это очень странно. Но тем не менее, ребят, для вас вышло классное обновление. Я жду редактор, насколько вы знаете, редактор как в GTA 5, где можно было выставлять камеры, звук, свет и так далее. Интересный, забавный ролик есть уже на канале у меня, который называется «Чем заняться с друзьями в GTA Online». Очень хотелось бы все-таки этого. И на данный момент мы в игре занимаемся тем, что устраиваем турниры между собой, между нашими, нашим комьюнити и перевозим телеги. Если вам также нечем заняться, заходите к нам в Discord. Народ не убавляется, кстати, а только прибавляется. По крайней мере, в этом очевидный плюс нашего комьюнити. Спасибо всем за просмотр. С вами был Хоттика и Сократ. Всем удачи, пока.